Добрый день! Сегодня третья лекция по курсу аналитические информационные системы. Сегодня мы более подробно рассмотрим хранилище данных, разные его виды, бизнес-аналитику в общем и лаб. Вначале я напомню, что мы рассматриваем общую модель информационно-аналитической системы, представленную на этом слайде, которая комбинирует в себе этапы обработки информации машинной, то есть это три нижних этапа, то есть представление данных, выборка из этих данных, то что нам нужно в виде дейтасетов, проведения визуализации, и вот полученные графики, диаграммы потом дальше интерпретируются человеком, и понятно, что эти графики, диаграммы проще им воспринимаются. На следующей лекции мы посмотрим, каким образом можно не только представлять информацию в виде этих диаграмм, но и извлекать из них знания. Напомню также, что информационно-аналитические системы состоят из трех уровней. Значит, первый уровень – это извлечение, преобразование, загрузка данных из источников данных, то есть это какие-то производственные, офисные, фирменные и так далее базы данных, задействованные в конкретных бизнес-процессах. Этих баз данных извлекается информация о том, как это делается. Это во второй лекции было, помещается в хранилище данных. Эти хранилища ориентированы на то, чтобы эффективно более-менее с ними работать. На третьем уровне – это где производится изъятие этих данных из хранилищ, и построение отчетов, произвольных запросов, многомерных статистических анализов данных, ну а также дейтэ майнинг. Значит, еще один блок здесь присутствует – это разработка, идентификация и прогнозирование в рамках математических моделей, с использованием математических моделей. Современная среда функционирования аналитических информационных систем требует к себе дополнительных ограничений. Ну то есть, с каждым днем у нас все больше и больше накапливается информации, скорость поступления этой информации становится все более высокой, и появляются новые требования к тому, каким образом эта информация хранится. Вот, и к хранилищам данных сейчас применим вот этот вот термин «Big Data Platform», который говорит о том, что разрабатывают специальные информационные технологии для поддержки функционирования информационных аналитических систем в рамках вот этих вот постоянно растущих требований к производительности, к объему данных и тому подобное. Значит, платформы разделяют на три поколения. Значит, первое поколение – это, собственно, корпоративное хранилище данных, интегрирующее информацию из одного и нескольких разрозненных источников данных. Второе поколение – это так называемые экосистемы платформ данных с озерами данных. То есть, в зависимости от того, какие аналитические процедуры нужно проводить с этими данными, создаются специализированные хранилища данных. И вот набор вот этих хранилищ, они представляют собой вот это вот озеро данных. Делятся хранилища по уровню структурированности, ну, в том числе. То есть, одно деление – это по предметной области, что, собственно, там хранится. А второе – это вот структурированность данных. То есть, есть структурированные хранилища данных. Они, как правило, используют типичные революционные базы данных для хранения информации. Полуструктурированные, например, в виде файлов CSV, журналов, XML и разноличные запросы JSON, получаемые, например, с различных веб-серверов. Неструктурированные данные, то есть электронные письма, документы, PDF, аудио и видео. То есть, теоретической точки зрения, уровень структурированности задает стоимость первичной обработки информации. То есть, чем менее структурированные данные, тем больше времени нужно на то, чтобы их структурировать и привести к тому виду, который был бы удобен как раз для реализации различного рода аналитики. Ну и третье нынешнее поколение, это все то же самое, что было во втором поколении, только активно используются различные облачные технологии, в том числе для хранения информации, а также ее обработки в виде потоков данных. Вот, например, технология Apache Kafka, вот одна из таких технологий. То есть, создается такая специализированная шина данных, в которую из различных источников оперативных помещается информация, и этот вот Kafka обеспечивает взаимодействие различных подсистем обработки информации в рамках именно обработки вот этого потока входных данных. Вот, получается некоторый конвейер обработки данных, в том числе включающий в себя машинное обучение. На данном слайде приведены отличия свойств хранилищ данных и озер данных. По вертикали, значит, в первом столбце различные характеристики. Вот, а здесь свойства, которые принадлежат хранилищам данных и озерам данных. Ну, вот, каким образом получают исходную информацию в хранилище данных. Ну, это вот онлайн транзакшнл процессинг. Получает небольшую порцию результационной базы данных, и в хранилище данных помещается вот эта вот оперативная информация. Непосредственно из бизнес-приложений. То есть, здесь говорится о том, что информация, попадающая в хранилище данных, она появляется в процессе выполнения бизнес-процесса на предприятии. То есть, вот этот бизнес-процесс, он в некотором смысле фиксирован. Ну, то есть, его скорость изменения не очень большая. Вот, а озера данных приспособлены к таким источникам данных, которые постоянно меняют свою структуру. Ну, вот, в частности, ну, естественно, революционная база данных, а также появляется новая информация из устройств интернета Things, веб-сайтов, мобильных приложений. И вот эта вот организационная структура, она обладает свойством постоянной изменчивости. Что, естественно, влияет на форму хранения информации. Вот, форма хранения представлена во второй строке. То есть, если мы берем хранилище данных, то они, их структуры известны до того момента, когда в них попадает, ну, первый какой-то квант данных. И это называется схема OnWrite. Однако, в озерах данных, исходя из этой вот указанной высшей динамичности, необходимо постоянно что-то менять. И структуры данных создаются во время проведения анализа непосредственно. Это свойство называется схема OnWrite. Что касается соотношения стоимость-производительность, то производительность хранилища данных увеличивается за счет добавления дополнительных структур данных, там, индексов, например, да, если революционный баз данных использовать для хранилища. Это ведет к удорожанию хранилища данных, но, в частности, появляется новое требование к хранению вот этой дополнительной информации, созданию каких-то специализированных серверов хранения данных в сети предприятия, в том числе для хранения вот этих индексов. Ну, все понятно, зависит от объема хранимой информации. Вот, а в озерах данных, за счет их гибкости, да, вот этой схемы, можно создавать специализированные базы данных, специализированные структуры данных, малобюджетные. Ну, например, создавать различные системы кэширования вот этой вот слабо структурированной информации. Качество данных. Здесь имеется в виду качество относительно того, насколько истинную информацию они представляют. И вот один из аспектов представления повышения качества данных или обеспечения качества данных – это вот деятельность, связанная с курированием, то есть внимательным отношением к данным, с обеспечением их высокой актуальности, то есть соответствия истинности. И вот в хранилищах вот этим аспектом занимается непосредственно, в первую очередь, на предприятии. То есть первым делом нужно обеспечить актуальность данных на оперативных источниках данных, а потом уже она, ну, в некоторой степени, это свойство переходит на хранилище данных. Вот. В озерах данных можно хранить как высококурируемые, так и, кстати, вот грубые данные, которые требуют еще дальнейшую обработку, извлечения из них неактуальной информации и определения, какая из оставшейся информации реально несет полезную данные. Следующее свойство – это информация о том, какие пользователи взаимодействуют с хранилищем данных. Ну, с хранилищими непосредственно бизнес-аналитики взаимодействуют с озерами, бизнес-аналитики, а также различные специалисты в области данных и разработчики новых информационных систем. Ну, зачем они, эти разработчики? Ну, вот очень, на это ответ очень простой. Для того, чтобы создавать какие-то новые направления развития предприятия, необходимо создавать новые специализированные хранилища. И вот опыт, накопленный при администрировании озер данных, трансформируется уже в конкретные новые информационные системы. Значит, анализ, проводимый в этих вот хранилищах данных во втором столбце – это какие-то построения стандартных отчетов и ведение бизнес-аналитики. Ну, а озер данные, в первую очередь, предназначены для решения задач машинного обучения, компьютерного моделирования и дейта майнинга. Этот слайд повторяет предыдущую лекцию. Здесь дано определение хранилища данных, что это предметно-ориентированный, интегрированный, неизменчивый, поддерживающий хронологию набор данных, организованный для цели поддержки и принятия решений. Предметная ориентация требует хранить только те данные, которые нужны для анализа. Интеграция объединяет данные из разных источников, приведя их к единому формату. Поддержка технологий, нет, поддержка хронологии, значит, все данные, которые соответствуют определенным периодам времени, должны тоже храниться в этом хранилище данных. Ну и неизменяемость. То есть данные, вообще говоря, не удаляются, не изменяются, а только дополняются. Ну вот этот набор свойств, он позволяет создавать, например, системы мониторинга предприятия, то есть смотреть, какое количество продукции было передано, здесь продано за некоторый период времени, и сравнивать различные периоды времени по уровню вот этой продаж, строить графики различные. Здесь представлена архитектура хранилища данных. По сравнению с тем, что было на прошлой лекции, более детально представлены различные функции. Например, одна из функций хранилища данных, это проводить агрегированные запросы. И вот эти агрегированные запросы можно подавать обратно в оперативные источники данных, то есть обратно на производство. Вот. И это формирует так называемый поток обобщения. То есть данные, ну не грубые, что ли, а данные конкретных производственных процессов передаются в хранилище данных через вот этот вот ETL. Уровень агрегируется и передается потом обратно. Вот. Второй поток это, собственно, детализация. То есть подведение, сведение одних и тех же, например, по свойствам структур записи в одну большую таблицу. И это формирует выходной поток уже на процедуру обработки информации. То есть all up, data mining, математическое моделирование и тому подобное. Значит, эти детальные данные попадают в репозитории, то есть в архивные данные, да, в том числе и метаинформации из детальных данных формирует репозитории мета-данных. Этот репозиторий в дальнейшем используется для того, чтобы организовывать нестандартные запросы. Выходной поток данных из хранилища попадает на, как я говорил, под систему анализа данных, которую формирует и использует уже аналитик. Вот обратно из all up, да, например, данные попадают в обратный поток с обобщенной информацией, и эта обобщенная информация попадает уже в оперативные и становится доступной для, уже на местах на производстве. Ну, например, конкретные менеджеры нижнего звена получают информацию о интенсивности продажи за определенный период времени в их отделе непосредственно. Ну и что получается, что данные можно делить на две большие категории, собственно, данные и мета-данные. Значит, данные бывают детальные, включают в себе конкретные измерения, какие-то факты, то есть наличие или отсутствие какой-то качественной характеристики у процесса. Ну, как правило, факты, вообще говоря, порождаются в процессе уже обратного потока. Данные бывают агрегированные, ну, то есть суммированные, потом частичные, представляющие какую-то обобщенную характеристику. Ну и бывают неаддитивные данные, например, мы не можем сравнивать классы каких-то объектов по их свойствам, например. Просто констатируем факт, что вот имеет место некоторый факт, ничего с этим сделать не можем. Ну, мета-данные включают в себе информацию о том, что описано в объекте, кто этот объект создал, значит, в каком месте он появился. Значит, как это данные можно в дальнейшем использовать. Когда по времени эта информация была получена, или когда ее нужно, имеет смысл, например, представить лицу, принимающему решение. Почему та или иная тенденция имеет место? Тоже, ну, это уже понятно. Мета-данные, полученные с самого глубокого аналитического процесса. И все это хранится в репозитории мета-данных. Ну, вот к тому, что тут представлено, еще можно добавить различную мета-информацию о структурах данных, которая позволяет, например, строить системы автоматизированных, нестандартных отчетов. Для обмена мета-данными в организации стандартизации Object Management Group разработана специальная мета-модель, которая называется Common Warehouse MetaModel. Она позволяет между различными информационными аналитическими системами передавать мета-информацию. И вот эта модель состоит из нескольких слоев. Она, в некотором смысле, похожа на семиуровневую модель оси ISO для открытых информационных, для открытых систем, ну, то есть систем, взаимодействующих через сеть. Вы можете посмотреть, что на верхнем уровне, например, находится управление процессами, процессами, то есть операция какая-то выполняется над хранилищем данных, либо организация какого-то процесса в хранилище данных. Значит, этот процесс, например, базируется на выполнении аналитических процедур, то есть трансформации, о лапе, онлайн аналитикал процессинг, дейта майнинг, единичная операция над хранилищем данных состоит из визуализации, например, либо представления некоторой номенклатуры. Ну, вот, указанные аналитические трансформации, например, выполняются над некоторым объектом, связанными данными, элементарными какими-то записями в хранилище. Вот, а визуализация выполняется над некоторым объектом, представленным, например, в виде мультипространства, ну, тут, скорее всего, имеются в виду кубы данных, о которых пойдет в дальнейшем речь, ну, либо полуструктурированная информация, представленная в XML-файле. Чем на самом деле являются вот эти объекты и записи? Представлено, значит, на уровне foundation, то есть информация бизнеса, какие-то данные грубые, выражения, ключи, типы и программное обеспечение, предоставляющее ту или иную информацию по объектам данных. Ну, и объектное ядро. Ну, здесь, скорее всего, имеется в виду некоторая объектно-ориентированная система, обеспечивающая отображение объектов в ядре информационной системы на вот эти вот ресурсы. Значит, проблемы построения хранилищ данных состоят в необходимости интеграции данных из аркнородных источников, потребность в их эффективном хранении и предоставлении информации, необходимость создания многоуровневых источников, данных и метаданных, ну, и повышенное требование к безопасности. Тут еще можно добавить различные этические аспекты. Ну, например, в процессе анализа данных можно выявить какую-нибудь взаимосвязь некоторого свойства с полом служащего, да. И вот появляется вопрос, требуется ли публиковать эту информацию, распространять внутри организации или еще как-то. То есть эти вопросы тоже здесь решаются. Значит, хранилища данных бывают реализованы в виде прямо физической базы данных, в виде виртуального хранилища. Ну, это набор, например, запросов типа представления view в регуляционных баз данных, в виде витрин данных. И витрины бывают автономные и совмещенные. В следующих слайдах там они подробно рассматриваются. Тут я, конечно, немножко повторяюсь по сравнению с предыдущей лекцией. Но, тем не менее, физические хранилища данных, они просто полученные в процессе ETL. Данные, они хранятся непосредственно в революционной в мир базы данных. Данные получаются из внешнего оперативного источника данных либо внутреннего. И в процессе проведения аналитики производятся запросы к этому хранилищу непосредственно. Ну, то есть уже к физически хранимым где-то на определенном сервере данным. Другой вариант это виртуальное хранилище данных. Подсистема анализа взаимодействует не с физическим хранилищем, а с некоторым представлением этого физического хранилища. Такой подход позволяет, ну, понятно, экономить на месте, то есть не использовать какие-то дополнительные хранилища информации, а просто косвенно, то есть через подзапросы обращаться к оперативным источникам данных. Но это, в принципе, реализуемо только в том случае, если оперативный источник данных при реализации аналитического запроса не будет сильно перегружен обработкой информации. То есть тут нужно проводить определенные измерения и делать определенные выводы. Но здесь в виртуальных хранилищах данных в принципе снимается частично проблема актуализации данных. То есть в рамках одной транзакции вы достаточно оперативно можете получить информацию о текущем состоянии оперативного источника данных, а не раз, скажем так, а не раз в один день. То есть, как я говорил на прошлой лекции, есть фаза загрузки информации из оперативного источника данных. Например, мы можем в хранилище данных выгружать информацию например, раз в день или раз в час. Ну и получается, что в случае физического хранилища данных у нас информация актуальна в течение часа. Например, при использовании виртуального хранилища данных мы можем достаточно близкую к текущему моменту информацию получать по актуальности. Витрины данных это разновидность хранилища данных, где хранилища разделяется по, скажем, на несколько экземпляров. Каждый экземпляр, например, может быть специализирован на конкретный вид данных или там конкретный вид аналитики либо на конкретные какие-то свойства данных и вот позволяющими, например, эффективно обрабатывать эти данные. Ну то есть, витрины имеет смысл устроить, если вот есть вот такое подразделение явное, то есть между предметной областью, или способом хранения. Ну и понятно, жизнь у нас ведет всегда по спирали, да, в соответствии с диалектическим, так скажем, представлением процесса развития, да. ну и получается, что вот витрины данных и хранилища данных можно комбинировать друг с другом. Вот на этом слайде как раз показано хранилище данных с витринами, представляющие собой совмещенные витрины данных. То есть витрина данных это один из способов представить вот этот общенакопленную информацию в соответствии с теми требованиями, представленными на предыдущем слайде. По сути, это способ повысить производительность систем анализа данных. Вот я вернулся к предыдущему слайду, забыл сказать, что вот это вот есть вариант автономных витрин данных. То есть они сами по себе хранят информацию. А совмещенные соответственно вот они каким-то образом то есть виртуально или физически привязаны к хранилищу данных конкретно. Дальше мы будем рассматривать бизнес-аналитику и лаб-системы. Вот на этом слайде приведены различные программные продукты соответствующие. онлайн аналитикл процессинг то есть аналитическая обработка информации типа как в реальном времени. Трудно сказать, что это в реальном времени. Термин реального времени в информатике он очень такой специфический. Поэтому будем использовать просто онлайн. то есть онлайн значит есть возможность получать информацию определенными пачками определенное время. И вот этот процесс получения информации из источников оперативных он занимает некоторое конечное время. То есть он не растягивается там на несколько дней. А вот именно мы тратим 20 минут получаем сегодня накопленную информацию за предыдущий период времени. Здесь системы дейта майнинга. Значит суть дейта майнинга заключается в том, чтобы не только получать какие-то взаимосвязи между объектами или ресурсами данных, но и уметь их еще описывать, их структуру. вот этих взаимосвязей. То есть нейронные сети по определению не могут например быть отнесены к дейта майнингу, потому что получаемые модели они практически неинтерпретируемы. Вот. А если же мы например в результате дейта майнинга строим гипотезы в виде выражений например логических да, то по сути говоря мы создаем куски экспертных систем, то есть куски баз знаний экспертных систем. Вот это главное отличие дейта майнинга. Дейта майнинг по сути говоря это слой интерпретации зависимостей найденных в результате многомерного статистического анализа данных в виде моделей относящихся к белому ящику. Опять слайд представляющий суть анализа данных как в предыдущем лекции но только я здесь добавил явным образом что идентификация и построение прогнозов это тоже один из способов проведения аналитики. Вот анализ состоит из создания стандартных отчетов производных запросов вот к ним в принципе я отношу бизнес-аналитику многомерность значит этот вот анализ и извлечение знаний дейта майнинг ну и плюс еще идентификация моделей прогнозирования представлены в первой лекции его надо было тоже на ютюбе публиковать рекламентные отчеты это как правило это некоторый алгоритм либо программная система строящая некоторый документ содержащий в себе информацию о каком-то событии например обработали такое-то количество деталей документ строится при помощи запросов в базе данных уверять не всего это хранилище данных либо витрина данных и полученные данные представляется в виде таблиц графиков диаграмм различных какие-то итоги подводятся ну и генерируется такой документ который свободно воспринимает лица принимающие решения там менеджеры и так далее то есть он должен быть адаптирован именно на уровень восприятия заказчиков заказчиков так говорим лица заинтересованного ну и суть то есть чем отличается от всего остального что будет дальше регламент регламентные отчеты они строятся по определенному алгоритму то есть для того чтобы их построить нужно например просить программистов чтобы они его реализовали для автоматизации этого процесса опять же вот есть набор различных инструментов но самые известные в России это системы 1С в том числе их различные конфигурации ориентированные на автоматизацию различных аспектов бизнеса вот есть открытая система например Chasper Reports есть пропетрарные то есть Oracle Reports Crystal Reports и так далее произвольные запросы эта технология ориентирована на аналитиков например то есть это грубо скажу может быть не совсем правильно но аналитик который вышел за рамки просто просмотра конкретных документов но у него еще есть какие-то вопросы дополнительные причем список этот вопросов в разное время меняется вот мы либо должны просить программистов сделать новый вариант отчета либо значит создать такую подсистему которая при помощи анализа метаданных охранимых данных могла бы вот этому аналитику позволить строить там создавать различные варианты например отчета либо создавать какие-то собственные варианты запросов миросквей запросов в конечном счете позволяющих получать ему какую-то дополнительную информацию ну как правило это агрегированная информация вот в институте динамики системы теории управления сибирского длини российской академии ног где я работаю например мы ввели ну это уже наверное лет наверное 10 назад научные исследования как раз в области того как можно использовать метаданные для создания пользовательских запросов вот на этом примере приведен интерфейс значит при помощи кнопок можно здесь например выбрать какие-то поля да понятно что здесь существует некоторая некоторый сценарий того каким образом мы эти запросы делаем вот этот сценарий представлен здесь в верхнем поле в среднем поле значит здесь выбирается конкретное значение вот и операция над этим значением в нижнем поле это представлено система построения запросов базе данных а точнее вот этой части сколь запроса которые называются только в таком специфическом виде ну и вообще существует два вида представления пользовательских запросов простых и простое я тут его не буду показывать и расширенное но оно понятно больше интерес представляет то есть суть этого слайда заключает в том что имея информацию об информации ну то есть информацию о типах полей ключевых зависимостей между таблицами баз данных можно при помощи этой информации пользователю давать возможность самостоятельно в какой-то мере строить эти самые запросы да вспомнил что эти стрелки они позволяют еще создавать дополнительный есть модуль сценарий но крестик удаляет этот модуль довольно такая продвинутая система вот бизнес аналитика это современный подход к построению ну по крайней мере я это так понимаю то есть это современный подход к построению вот этих пользовательских запросов вот который делается при помощи ну вот процедур аналогичных высокоописанных но в такой более простой форме как правило вот типичные представители бизнес-аналитики это вот microsoft пауэр бизнес аналитикс метабейс это единственная система которая смог у себя установить и посмотреть апач суперсет ну и другие у меня тоже самое джеспер репортс тоже к ним относятся ну вот если рассмотреть как работает метабейс в общем лучше конечно его взять и себе установить на машину и попробовать с какой-нибудь базой данных провести исследование вот я говорил вторую лабораторную работу в прошлой лекции так вот первым делом когда вы подсоединяетесь к метабазой к вашей базе данных она считывает информацию о структуре базы данных и вам предлагает несколько кнопок на экране вот эта процедура у них называется x-ray то есть зонирование структуры данных быстрое такое исходя из известной метаинформации вот чтобы зондирование произвести нужно просто нажать одну из этих кнопок каждая кнопка соответствует конкретной таблице тут я правда забыл вывести результат но в общем суть в том что вон меру когда мы кнопку нажимаем на экране появляется страница и на этой странице представлены суммарные какая-то информация например количество записей в системе или если вдруг обнаруживается поле по своей структуре похоже на деньги то отображается например суммарное количество денег или там стоимость какая-нибудь в общем суть того что отображается это некоторое предположение метабейса о структуре и семантике хранимой информации следующий уровень так скажем анализа данных метабейзи результаты бизнеса на ликвиде представляется в виде там графиков диаграмм но чтобы график построить нам нужно выполнить произвольный запрос и вот здесь как раз представлен слайд о том как эти произвольные запросы делаются первая строка это перечень таблиц с которых мы берем информацию можно нажать на кнопку посмотреть содержимое можно добавить новую таблицу построить выполнить операцию проекции в частности если мы нажмем на кнопку filters to narrow your answer то можно выбрать поле тут значками обозначается тип этих полей и их функция внутри таблицы и добавить какой-нибудь логический оператор ну например сравнение еще что ну и также можно в запрос некоторую агрегативную конструкцию поставить например произвести суммирование по такому-то полю ну то есть все сюда мы нажимаем опять аналогично и выпадающий список полей получаем вот можно тут менять местами некоторые конструкции добавлять поле order by ну кто SQL воспринимает тут все понятно становится ну и потом нажимается клавиша visualize и способ визуализации выбирается на следующем этапе ну первый понятно что мы получаем как раз таблицу например здесь ограничения по агрегированному полю subtotal чтобы он был больше 40 вот можно дополнительные еще вставлять компоненты ну и получаем таблицу можно выбрать два столбца и построить какой-нибудь график например вот здесь график ну наверное график продаж что ли графики можно настраивать ну то есть адаптировать к семантическому аспекту визуализируемых данных выбирать конкретный способ визуализации в том числе таблица срез гиперкоба ну и тому подобные вещи надо еще это делать как раз для того чтобы визуально представить информацию и вот этот вот полученный график или чарн по-английски потом добавляется в дашборд значит этот документ представляющий ну текущую информацию и ему можно дать некоторые названия и дать также задать параметры например генерировать вот эти вот произвольный документ при помощи то есть на основе там другого периода времени значит если в данных есть информация например в геолокациях там или например название штатов там Байомин или ТХ Техас эту информацию можно представить в виде карты то есть это все возможно но для этого нужно чтобы хранимая информация была обогащена или имела эти данные внутри значит другим подходом к реализации аналитических процедур является Lab Online Analytical Processing то есть технология оперативно-аналитической обработки данных использующая методы и средства сбора хранения анализа многомерных данных в целях поддержки процесса принятия решения значит суть этой технологии заключается в том что мы все данные всех таблиц то есть вообще у нас есть база данных хранилища мы представляем в виде одного гиперкуба где по осям размерности находятся измерения то есть выбирается какие-то атрибуты так например там время там подразделение там объем средств каких-то вот и внутри ячейка находится конкретное измерение называют мерой вообще бывает в гиперкубе пустые ячейки на самом деле если все данные упаковывать гиперкуб на базе данных таких ячейк будет больше всего это я считаю некоторый недостаток по осям размещаются метки метки могут представлять собой упорядовывающимые атрибуты значения упорядовающимых атрибутов либо же они могут быть и неординалами цвета то есть красный белый зеленый порядок на самом деле вот этих грани будет в данном случае не важен и над этим группам можно производить различные операции собственно аналитика в своей основе заключается в проведении этих самых операций вот кстати другой пример здесь важный момент что можно внутри одной ячейки поместить не одно какое-то конкретное данное а скажем значение для двух для двух столбцов для каждого кортежа то есть одна ячейка это один кортеж да но только только те атрибуты которые представляют информацию функционально зависящую от комбинации вот этих вот меток значит метки сами по себе да могут быть организованы в иерархические структуры ну например вот в этом гиперкубе в качестве меток используются различные стороны света они в свою очередь подразделены на восточное и там западное полушарие а сама совокупность этих меток она относится к адресу отправки конкретных посылок наверное здесь имеется вот другое подразделение это время то есть интервалы времени то есть первый второй третий четвертый квартал их соответственно можно объединить в полугодие вот ну и это ось времени ну и для доставки по земле другой вид доставки по земле у нас делятся на авто ижд ну а другие виды на море и авиация значит нужно такое иерархическое подразделение для того чтобы выполнять операцию агрегирования и детализации то есть из этого куба можно построить вариант например на уровне там скажем на втором уровне то есть где доставка только вот по этим двум меткам отличается и соответственно время по полугодиям ну и отправка по полушариям и на нем индивидуально проводить аналитические процедуры вот первая операция которая чаще всего проводится над гиперкубом это срез то есть мы фиксируем значение какой-то конкретной метки например здесь цвет можем зафиксировать и вот этот вот слой отсюда выделяется но это не обязательно будет матрица да это может быть и куб меньшего порядка здесь у нас трехмерный куб мы фиксировали одно значение мы получили двухмерный куб данные из этого среза можно потом подавать например на аналитические процедуры типа многомерного статистического анализа данных или data mining следующая операция это вращение то есть мы можем поменять оси ну то есть мы не не меняем сами оси мы можем просто куб повернуть да и другой вариант вращения еще может быть направление осей можем поменять ну может быть для чего это нужно бывает зависит конечно от предметной области следующая операция она на самом деле с точки зрения теории одна и та же операция но их удобно разделять на две подкатегории то есть первая это консолидация вторая детализация в принципе консолидацию детализацию можно понимать просто как дополнительные элементы и дополнительные слои нашего гиперкуба вот все это достаточно просто объясняется при помощи вот этой левой части слайда да то есть вот у нас есть иерархическая структура признаков есть конкретные значения да то есть вот эти метки то есть первый второй третий четвертый здесь первый второй третий четвертый ну там пятый шестой признак дальше мы производим агрегацию и куб дополняем еще одним слоем например да то есть ну сюда вот скажем двигаемся в направлении к зрителю и опять же мы в свою очередь можем агрегировать и у нас получится еще одно значение то есть получается у нас куб состоит из разных слоев с разной степенью агрегации и все это можно воспринимать как один гиперкоп вот для двумерного случая вот можно здесь посмотреть да то есть есть область первичных данных есть область агрегации скажем первого порядка да и область агрегации там второго порядка но при этом если вот с точки зрения области агрегации первого порядка смотреть на области вот это вот и вот этого да то они будут представлять детальное представление области а11 здесь мы детализируем по там признаку n1 называется здесь детализация по признаку n2 но по диагонали то есть если внутри берем одну ячейку вот этого куба то мы можем найти соответствие определенного набора ну скажем у нас есть признак мы по нему смотрим тройда по порядку то есть мы берем отсюда три измерения и получается отсюда например два измерения получаем как раз вот этот кубик то есть по сути говоря ну и что мы собственно с этими кубами делаем да ну мы можем скажем взять консолидировать данные так и провести дальнейшую консолидацию либо посчитать там по столбцу среднее арифметическое либо какую-то сумму ну то есть выполнять те же самые операции что делается в SQL только подразумевая что каждый столбец здесь внутри ну скажем вот одного вот этого среза да он представляет собой какой-то один атрибут хотя на самом деле это не так потому что для каждого столбца здесь представлены значения некоторых атрибутов из по некоторому измерению а измерение в исходной данных это и есть тот самый атрибут тут надо очень внимательно смотреть как правильно применять методы многомерного статистического анализа данных на этом слайде представлено так скажем требование к результату проведения операции они тут разделены на четыре категории основные особенности то есть общего вида особенности представления отчетов в результате специальные особенности управления измерениями то есть каждый набор конкретно определяется той задачей которая решается среди основных особенностей необходимо смотреть за многомерным концептуальным представлением данных как-то отображать манипулирование слоями гиперкуба или там агрегациями как они соответствуют интуитивному пониманию того как мы данные управляем следить за тем что необходимые данные нам доступны создавать различные процедуры выполняющие те или иные действия в виде сценария то есть пакетное излечение строить интерпретации понятно поддержка всех моделей лап анализа это требование к программному обеспечению поддерживаем лап реализация клиенцированных технологий тут с этим все понятно это решается аналогичной проблемой как и с релизионными базами данных прозрачность многопользовательская поддержка представление отчетов то есть то что мы в результате получаем после процедуры трансформации анализа значит нужно обеспечивать инструментарий для формирования различные формы отчетов то есть гибкость постоянная производительность отчетов но здесь скорее всего имеется ввиду что каждый отчет должен генерироваться за тот же самый период времени как и предыдущие аналогичный отчет ну и автоматическая настройка физического уровня это имеется ввиду каким образом мы производим представление физически хранимых данных например хранилище данных в виде гиперкуба специальные особенности как рассматриваются вопрос как обрабатываются ненормализованные данные куда хранить результаты лап то есть нужно ли их обратно в гиперкуб посылать либо передавать например на этап бизнес-аналитики которые на самом деле в большей степени у нас отображением информации занимаются и что делать с сопутствующими значениями с отсутствующими значениями про сопутствующие кстати тоже интересно я оговорился но на самом деле интересная мысль потому что в ячейках мы можем хранить ведь не только данные в базе данных но и также некоторые ссылки на внешние значения каким образом мы их тоже можем получить управление измерениями то есть сам гиперкуб то есть фундаментальная структура то есть мы можем гиперкуб строить не только как отображение всех данных но только тех данных которые имеют смысл датасетов какие нужно выбирать измерения это как раз фундаментальная задача неограничить число измерений на уровне агрегации неограниченные операции между размерностями может могут существовать понятно процедуры какие процедуры атрибуты со значениями из области R то чтобы гиперкуб построить что в гиперкубе конечное количество слоев то необходимо придумать способ разбиения этих значений на какие-то интервалы ну вот такие вот вопросы решаются ну и в соответствии с тем какие требования вот по предыдущему слайду выдвигаются и имеющиеся вычислительные ресурсы то в случае когда у нас их достаточно мы можем реализовать лаб-систему в виде клиент-серванной технологии то есть есть некоторый сервер на котором хранится гиперкуб и к нему мы получаем доступ при помощи лаб-клиента но вот одна из таких известных систем которая поддерживает такую архитектуру это верт чулоза то есть это система управления базами данных она там со своими особенностями но самое интересное в ней то что одну и ту же информацию можно представить в виде реляционной таблицы в виде гиперкуба и в виде графа знаний то есть есть специальные адаптеры причем она еще поддерживает федеративные запросы то есть можно через уровень ODBC Open Database Connectivity создавать связи с другими таблицами не знаю насколько там эти таблицы можно включать в гиперкуб но имеет смысл изучить эту систему она развивается но я предупреждаю что у нас своими особенностями например вы там не можете создать базу данных при помощи всем известного запроса Create Database создать ее можно только в конфигурации то есть для этого там создается директория там ну это еще конечно нюансы но в общем суть в том что если вы хотите создать базу данных нам нужно обратиться к системному администратору но все вот эти стандартные процедуры с управлением пользователями правами доступа они в этой системе работают я про верчозы говорю значит вот на этом слайде представлен пример лаб клиента это ну это есть самой презентации и первоначально сделано то есть можно выбирать измерения какие-то фильтры накладывать и в результате получать срезы другой подход вот опять же в нашем институте институте динамики системы теории управления я прямо взял из статьи картинку прямо с подписью оригинализм этого исследования заключается в том что лаб куб строится на основе анализа метаинформации во структуре базы данных и как раз совмещая с системой или подобной системой автоматизации построения запросов можно строить вот такие вот лаб клиенты здесь можно выбирать измерения вот опять же задавать различные уровни вот этой иерархии то есть это у нас районы Иркутской области вот один срез да кстати здесь у нас не иерархическое измерение здесь у нас представляется гиперкуб из трех измерений то есть первое измерение второе измерение третье измерение то есть одно два из них заданные по вертикали и три два и одно задано по горизонтали то есть можно делать в этой системе до четырех измерений то есть четырехмерный гиперкул здесь представить в виде плоской матрицы получается ну и над этим потом можно делать какие-то операции например записать вексельную таблицу потом провести какой-то скажем так примитивный анализа либо записать в реализационную базу данных либо там передать номер в систему R для дальнейшего анализа виды lab-систем подразделяется на многомерный multivariate lab-реляционный и гибридный значит это они отличаются по тому как хранятся данные то есть roll-up мы храним в реализационной таблице m-ol-up мы храним конкретно в виде гиперкуба ну а hol-up он их каким-то образом гипердизирует ну как минимум это нужно для того чтобы хранить эти пустые значения это вот самая большая беда я считаю гиперкубов ну и по есть еще вот еще какая-то интересная характеристика то есть выделяет настольный десктоп и джо-лап это коллективная инициатива джао-разработчиков создание стандартизированного прикладного пользовательского интерфейса интерфейс прикладного программирования точнее доступа к гиперкуб ну типа как библиотеку разработать на этом слайде представлен пример как раз среза здесь вообще говоря два измерения а не неправильно сказал тут у нас тоже четыре измерения и две меры ну вот это например в принципе это та же самая база данных но вот эту таблицу мы можем построить как раз в процессе выполнения операции среза детализации специализации обобщения и потом уже передавать на дальнейший анализ в том числе и можно что-то из них строить это пример реализационный олаб вот видите здесь есть некоторая структура базы данных есть адаптер скажем приводящий эту структуру к гиперкубу вот а в случае если нам необходимо создавать иерархические значения для меток то мы можем здесь добавить еще одну таблицу в эту структуру которая организует как раз вот эту иерархию с обобщающими показателями либо если же мы делаем виртуальную витрину витрина если у нас отображает информацию изоляционных данных в олаб или в гиперкуб в том числе таким образом мы можем реализовать конкретный адаптер ну и вот известная олаб системы Oracle Lab там Subbusiness Object Analysis Jasper Soft тоже олаб предоставляет ну и последнее то есть на следующей лекции я попробую вам показать как работает многомерный статистический анализ данных будет в общем в общем виде потому что у меня есть вообще говоря две лекции где я тоже пытаюсь в общем виде представить многомерный статистический анализ данных но в результате у меня целых две лекции было записано не знаю что это получится но скорее всего будет все нормально ну и вот пример Data Mining систем можно посмотреть так ну вопросы задаем в Telegram канал там или на YouTube надеюсь было интересно ну и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч